Дюковский парк старейший парк города. Все достопримечательности некогда красивейшего места находятся в разрушенном состоянии. Освещение отсутствует, пруды загрязнены, а территория парка убирается нерегулярно. Городские власти знают о проблемах, существующих здесь, но решать их почему-то не спешат. За 200 лет своего существования Дюковский парк видел все. Раньше были ярмарки, фестивали, качели для детей, каток, летняя площадка, где выступали артисты и показывали кино. Работал фонтан и людей в парке было много. Но это было раньше. Теперь же пруды заросли камышами. Разбитые аллеи, создающие неудобства для прогулки. Да и вообще, вся огромная территория находится в полном запустении. Ни скамеек, ни освещения, ни урн для мусора. Как-то непонятно, почему парк на городской земле выглядит убогим и брошенным. Асфальт на дорожках давно пошел трещинами, ступеньки на лестницах – волнами. Уже не говоря о том, что на территории парка можно найти около десятка полуразрушенных или заброшенных зданий. Это здание, вот это что было, там разрушено, там разрушено. То есть, было бы хорошо, чтобы его как-то облагородить, треконструировать, может быть, не знаю. Потому что я ходил сюда и на Мехоток, ну, в детстве. То есть, тут было чисто, всегда аккуратно, всегда нормально. Вот, а сейчас вот такое вот, в таком духе. Некоторые старинные здания здесь давно уже переоборудованы. Только непонятно, под что и для чего. Офисы и складские помещения в аварийном здании выглядят как-то дико. Тем более, что никаких опознавательных табличек с названием или родом деятельности нет. Вот мы видим в Дюковском парке здание находится в аварийном состоянии. Стены все в трещинах, крыша тоже сыплется. И внутри сделан в одном из помещений, сделан офис. Чем занимаются в офисе, нам не рассказали. Нас попросили культурно удалиться. Часть зданий, которые не захватили частники, к сожалению, разбираются прямо на глазах. И с каждым днем город теряет одну из своих достопримечательностей. Есть ли какое-то понимание у нас, что город – это не территория, которая ограничена вот этой, скажем так, охраняемой муниципальной охраной, только частью города. И если мы говорим непосредственно о том, что мы хотим или приводим Одессу в… Преображаем так, точнее, ее в европейского класса город, то как-то странно это все выглядит. Понимаете, ну нельзя так делать с одной стороны вот этот показательный фрагмент, который уже начинает разрушаться, я про Стамбульский парк, и при этом забывать абсолютно про столь значимый грандиозный парк, как парк Дюковский парк. На главной аллее все меньше и меньше растений. Местные жители рассказывают, что коммунальщики вырубают неугодные им деревья и кустарники, без всяких на то оснований. Три года назад были отличные кустарники, которые были посажены сто лет назад, когда обосновывался вот этот парк. Все это мы говорили там парням, а нам сказали, что это все вырубили. Нам сказали, что нам дали задание, все это убрали. Ну и это здание вообще, это дача была, так. И вообще здесь натуральные источники, здесь такую красоту можно навести, что вообще это самое все, это вода там идет, рыба. Раньше плавали лебеди здесь, камни лежали. Сейчас, да, печальная история. Просто деревья, они, получается, только намечают, вырубают, а ничего нового совершенно не посажено. Детская площадка в парке всего одна. Выглядит она убого. Беседка, а в особенности ее крыша, может при сильном ветре упасть, а дети вынуждены играть на асфальте. Но самое возмутительное, что площадка в парке стала вдруг платной. Точнее, площадкой это назвать очень сложно. За что тут берут деньги с людей, непонятно. Но владельцы утверждают, что арендовали этот участок и честно зарабатывают свои деньги. Точно так же честно предприниматели держат в середине парка свои конюшни. С их слов, все разрешения и документы в них имеются. Но на вопрос, почему вся территория и аллея в Комском навозе, нам не объяснили. Прямо в центре Дюковского парка сделали конюшню. Комневоз не вывозится, мы выйдем здесь кучи, отвратительный запах. Почему никто этим не занимается, непонятно. В глубине парка горы мусора, которые не вывозятся и не убираются. Также очень интересная ситуация на окраине парка. Местные жители понемногу двигают свои заборы, захватывая границы парка. Законны ли эти действия или нет, разбираться должны соответствующие органы. Но то, что территория становится все меньше, а частных владений все больше, видно сразу. Чтобы как-то спасти парк, волонтеры и местные жители самостоятельно убирают территорию. Но это довольно тяжело. Если присмотреться, тупрут, на котором недавно горела крепость, ресторан замусорен полностью. А ведь довольно просто можно было бы его вывезти при желании. Но очевидно, его нет ни у частных предпринимателей, ни у городских властей. Продолжение следует...